Болжанка 46 фиш Корпуса и мотора в привязке к рыбалке За два сезона с весны до осени Сервис Что не могу и не умею делать Это в сервис Все тот же прокатись Они дилеры Волжанок и Мерка У них есть опыт, с каждым годом опыта больше Короче катаюсь к ним А дома недалеко, есть парковка Оставляю лодку тут на время Есть масло Матюль, которое льет в мотор Оно тоже в наличии Запчасти для Меркоты Короче электрикой движок это к ним Железки, резинки это сам Прицеп МЗСА Е В МЗСА есть МЗСА Чопики для дальней дороги, чтобы не стрясать лампочки А скотчем прихватываю шлейф И когда катать и спускать на воду Надо часто, но недалеко Так контакты не болтаются и проводка дольше живет Таскаю лодку под стояночным тентом Таким образом вопроса затирания стекол Никогда не было Но забрызгают грязью борта или сами стекол Конечно заметны Это в принципе не проблема Потому что лодка хранится весь сезон Под открытым небом Дождь и рассадь все смывает Также собственно моется и сама палуба Кресло и накладка дивана снимаю, чтобы не промокли А нос забираю выше кормы Все моется и стекает само Передняя палуба Вопросов к ковролину на резиновой основе нет Фанера тоже жива Хотя все круглый год под открытым небом Промышленный ковролин вообще очень удобная штука Летом босиком приятно А осенью обуви не скользко И мыть просто Немного раздражал так называемый кастрюльный удар на волне И по советам опытных товарищей решил виброизолировать нос Тут все в порядке, но носова и консольные переборки имеют лисящие края Так что удар по голому днищу передает вибрации на них От этого собственный звук Опять же по советам опытных товарищей Сделал выбор изоляцию не целыми листами, а полосками нахлёст Не уверен, что так правильно, но зато экономно и быстро Тут есть нюанс Главное не закрыть отверстие для свободного стопа воды А все остальное просто Ножницы и 5 листов депоизоляции Выглядит как адский колхоз Честно говоря, слабо верится Чему-то это поможет На прицепе всегда смущал носовой упор Я поменял верхний уголок на резиновый ролик Уголок всегда закусывал, выворачивал Лодка с него спрыгивала как-то не мягко Обратно затаскивает всегда с набором лишних движений Ролик решил все эти проблемы Переставить это два ключа и пять минут делов Если раз в сезон слепуешься, то может и нет смысла А кто часто скидывает и затаскивает, рекомендую Полезная штука Помогает на самом деле шумоизоляция Носовая электротяга Кто пользуется, тому рассказывать смысла нет Кто сомневается, ребят, не сомневайтесь Эта штука настолько облегчает жизнь И повышает качество рыбалки Не пожалеете точно Даже старушка PowerDrive 55 П.У. стоит сейчас раз в два дешевле нового И даже со старой, далеко не идеальной прошивкой Это вещь незаменимая А на чем тут не стоит экономить Это комплектующий к Минхоте Она чувствительна к сечению проводов и качеству контакта Я поспешил с розеткой и поставил такую Через полтора сезона латунная гильза контакта окислилась и немножко разошлась Соответственно площадь контакта стала гулять, мотор стал капризничать Родная розетка Минхота стоит 5000 рублей Согласен, странная цена для розетки, но зато она решает все вопросы одним разом С ней нет никаких глюков, а аккумулятор дольше и качественно отдает заряд Вот по такой погоде 120 ампер часов хватит вообще на неделю И самый скверный на два дня точно хватит Всегда смущала эта потерянная площадь спереди Калитку открыл, ногу уже не поставишь, грундук не откроешь, а положить приманку туда хочется Тут же Т-образный паз есть Прошло и двух лет, как я про него вспомнил Гандинавская ведерка, знакомая каждому джерковику Шуруповерт и два Т-болта с барашками Все жестко крепится, не болтается и монтируется туда-сюда за минуту Калитка закрывается и дополнительно фиксирует ведро Очень удобно для джерковой рыбалки Не прыгает на волне, не мешает башке мотора Страхует ногу от крючков И набор рабочих приманок всегда под рукой Если не для джерка, то может для чего угодно другого пригодиться Пластиковый бак на 50 литров и запаска на 10 литров Все устраивает, всегда хватает Весь топливопровод на виду Заправка, это воронка и канистр На мой взгляд, чем проще, тем лучше Вот это, наверное, единственный так называемый косяк за два сезона Отклеился край резинки на площадке у Рецесса Промыл, высушил феном и приклеил клеем Тан-Дил Хороший резиновый клей в баллоне Классная штука для быстрого решения мелких вопросов Долго искал покрытие для задней лавки Моридеком дорого и скользко Ковролином мокро, в итоге нашел пенку для йоги Стоит 600 рублей Пробил дырки под кнопки и накладку дивана, если надо, можно пристегнуть Хотя после этого она вообще не требуется Тюнинг несложный, зато теперь мягко и тепло сидеть Сопнет она очень быстро, а главное, что удобно стоять Подошву держит как влитую на любой волне От этого, кстати, задняя переборка гораздо меньше лишает рыбалки Чем больше привыкаю к лодке, тем более разумным и удобным кажется вся ее компоновка Спереди ловить на ковролине отлично Тут место для разворота в любую сторону всегда есть Удобно ловить вдвоем, а ради баловства можно и вдвоем Если заранее оговорить, кто куда кидает Палуба широкая, не мешая друг другу, удобно пробивать разными приманками в большие площади Только мыша здорово на Минхопе Даже без педали просто пультом подруливаешь и ловишь Высота передней палубы отлично подходит для любого вида ловли и хвата спины На носовой площадке можно присвести, если надо С борта дотянуться до рыбы рукой Осенью джигом часто ловишь с центра лодка Тут удобно сложить спинку сидения и ловить сидя А пространство для маневра еще больше, чем спереди Обратите внимание на осадку Это один человек, перегнувшись через борт То есть в реальности гораздо выше Можно разместить любые ящики, подсаки, все что угодно Главное не забыть оставить подход к борту Тогда дотянуться до воды через борт несложно Это осадка на ходу Боковой редан после выхода на глиссер упирается и держит весь корпус очень ровно Чем выше скорость, тем лодка ровнее идет В кельваторе сходится струя из-под площади упора реданов Эти площади обеспечивают легкий выход на глиссер, грузоподъемность Эти же реданы и эти замкнутые площади беспокоят на триличной волне Отдалдежки лекарства два Снизить скорость и задействовать три мотора В зависимости от размера и частоты волн Надо выбирать сочетание этих двух моментов А вот то, что однозначно здорово На любых волнах и скоростях Это заложено конструкцией Полное отсутствие брызг, прилетающих в копе Тут всегда супер Вообще было бы интересно увидеть Попробовать 46-ю волжанку Безреданной, по крайней мере в носу Компоновке, если такая была бы интересна В целом по палубе и рыбалки Удобно ловить с носа и джигом, и джергом Удобно ловить с кормы любыми способами Обитаемая площадь палубы для такого размера лодки отличная Можно ходить, расходиться, можно стоять и сидеть на задней ладке При этом боковые полки, инструмент на них Всегда на расстоянии вытянутые руки Удобно залезать с носа, когда отходишь от полководного берега Болотные сапоги для сезона ни разу не пригодились Быстрый выход на глиссер с загрузкой тоже всегда в наличии Это Редана и 60 лошадей В кокпите сухо и не дует Втроем замечательно ходить и ловить по малым рекам Это к вопросу о буксировке ватрушки и швартовых лодках Раскают даже такую ватрушку без напрягов Идеальный вариант и по развесовке, и по рыбалке Это, конечно, два человека в лодке Так получается самая комфортная и продуктивная рыбалка Это стандартное правило для любой, даже гораздо более клубной лодки А то, что это качественно получается в 46 размере Заслуга, в первую очередь, конечно, ширины палубы Еще у него отличная маневренность на малом ходу при движении передним и задним ходом Можно вертеться на месте, залезать в самые узкие места, передвигаться в любом направлении Несильно опасаясь инерции, лодка все-таки легкая Маневры на скорости, за это отвечают все те же Реданы Всегда прогнозируемые и стабильные Можно резко обойти препятствия на ходу и сразу вернуться на курс Все это без экстрима, это важно, потому что это безопасность Но развороты на месте тоже можно, если надо Это запросто Итого, за два сезона на воде ничего не отвалилось, нигде не разошлось Дно не промялось, фанера не сняла, сливная пробка не течет, стекла прозрачная Передумал убирать спинку дивана, ходовой тент ставить не надумал А транспортировочный заказал лодки 44 Проблемы с неровным заездом на прицеп решаются просто Когда затаскиваешь лебедкой на лаге, нос надо немного подруливать рукой в ту же сторону, куда стремится залезть зад Тогда она сама выравнивается, если следить так за процессом, то встает ровно По итогам двух сезонов менять водку на другую не захотелось Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...